Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки сопротивления. Я делаю готовые разворотные точки, готовые сигналы для того, чтобы вы могли зарабатывать. Также поговорим сегодня о биткоине. Уже год начинает заканчиваться, ноябрь заканчивается. Что вы думаете, что я думаю по биткоину, куда он пойдет? Он сейчас остановился в раздумьях, поэтому давайте обсудим этот актив. Итак, поехали! Итак, начнем мы по традиции с евро-доллара. Евро-доллар пошел в коррекцию. Мы ожидаем его небольшое снижение. Если он дойдет до линии поддержки, это зеркальные линии поддержки в районе цены 1.02.12 и в районе цены 1.00.95, здесь есть зеркальные линии поддержки. Они все очень хорошо себя зарекомендовали, уже несколько раз отработали себя, поэтому я ожидаю хорошую коррекцию от них и рост. Поэтому можно будет заработать на росте. Также еще ниже, если прям полетит вниз, есть еще одна линия поддержки, отметила синим квадратом, поэтому здесь ставьте отложенные ордера, покупайте, зарабатывайте на росте. Британский фунт похожая ситуация, но меньше линий каких-то определенных, только одна горизонтальная линия в районе цены 1.17.52. Здесь тоже будешь покупать и зарабатывать на росте. Доллар-канадец движется вот в такой коррекции. И этот график заметит D1, долгий таймфрейм. И здесь вот на недельном графике лучше видно, что есть у нас такая вот сетка Fibonacci, и сейчас цена пошла в коррекцию, очень хорошо его отрабатывает. Два раза уже, мы видим, отработала. Когда цена отрабатывает сетку Fibonacci, я очень это люблю, это значит, что другие уровни, скорее всего, тоже будут хорошо отработаны. Теперь ожидаем, если цена пойдет вниз, да, это будет долго, может даже не на этой неделе, но вполне возможно и на этой. Если цена дойдет до линии поддержки в районе цены, давайте посмотрим, 1.3006 и 1.2768, то отсюда можно покупать и зарабатывать на росте. Также, кстати, можно использовать здесь мой робот, он полуавтоматический, то есть вы первую сделку делаете сами, и он долгосрочно собирает прибыль по тренду. То есть у него есть два режима, трендовый и флетовый. Здесь как раз таки трендовый режим хорошо подойдет. Кому интересно, переходите на мой канал с подссылкой в описании, и там есть больше информации. Швейцарский франк японской иени находится вот в такой размашистой консолидации, и ожидаю, что если он дойдет до линии сопротивления, это в районе цены 149.400, или до линии поддержки 144.900, внизу можно будет покупать, а вверху продавать вот этих линий. Полный обзор можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Сейчас, как обещал, давайте посмотрим биткоин и поговорим немножко о нем. Как вы знаете, на прошлой неделе, или даже на позапрошлой уже, криптобиржа FTX обанкротилась. И, ну точнее, они заявили на банкротство, не знаю, что там будет, оно не будет, но во всяком случае, все, кто держал активы в токене, это криптобиржа, потеряли свои деньги. И это сыграло негативно на всю индустрию, собственно говоря. То есть, когда подрывается доверие к криптовалютам, начинают все бежать оттуда. Даже если там с биткоином все хорошо, все равно все начинают оттуда выходить. И, собственно говоря, вот его падение, вот это вот мы и видим, цена упала. И сейчас она вот законсолидируется в таком треугольнике. И многие говорят, что вот треугольник, точнее, многие говорят, что вот она законсолидировалась и падать уже дальше некуда. Сейчас набирает силы биткоин и, наверное, пойдет уже, наконец, вверх. Потому что все ждут, когда же он пойдет. Закупается, закупается. А цена все идет ниже, ниже по закону подлости. Вот. И здесь, что я могу сказать? Я могу добавить, скажем так, гвоздь в крышку гроба. Скорее всего, треугольник, как классика жанра, это фигура продолжения тренда по классической теории технического анализа. Поэтому я ожидаю все-таки его дальнейшее снижение. Если пойдет вверх, ради бога. Но если он пойдет вниз, то нам нужно искать разворотные точки. Какие мы можем найти разворотные точки? Вот. Если посмотрим месячный график, то мы увидим, что здесь прошлый максимум был на уровне 13886. Он будет являться зеркальным уровнем поддержки. Вот здесь вот на D1, на H4 даже, мы видим этот уровень. Вот я нарисовал синим квадратом. Отсюда можно будет покупать и зарабатывать на росте. По крайней мере, если кто-то хочет купить биткоин или войти в долгую, попробуйте зайти отсюда. Ну, соответственно, с ограничением риска, со стопами и так далее. Вот. Но это тот уровень, от которого можно заходить. Сейчас бы я, ну, не стал бы покупать биткоин. Сейчас он может просто провалиться быстренько и доставить вам неприятные неожиданности. Вот такой вот прогноз по валютам. Давайте посмотрим теперь экономический календарь, на чем мы сможем заработать на этой неделе. Неделя эта достаточно спокойная. Долго мы тут рассуждать не будем. Но пару новостей интересных есть. В понедельник, вторник, тишина. В среду решение по процентной ставке в новозеландского центробанка. Изменения на 0,75. Это существенно. Ожидаю укрепления новозеландского доллара. Правда, оно будет 0,4 по Москве. Но подписывайтесь на мой телеграм-канал. Обязательно я оповещу вас заранее, чтобы вы могли заработать. И вечером в этот же день у нас публикация протоколов ФОМС. Традиционно это увеличивает волатильность на рынке. Будьте внимательны. В четверг и в пятницу в США выходной. День спокойный будет. Единственное, что может разбавить волатильность, это утренняя новость по Европе, по Германии. Правда, изменения не планируются. Поэтому, скорее всего, тоже будет все спокойно. Поэтому вот середина недели более-менее. А потом уже рассчитываем только на технический анализ. На то, что я вам рассказывал в начале выпуска. Вот такие новости и сигналы на эту неделю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если было полезно. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok